Здравствуйте. Добро пожаловать. Абулат Милам Рим. И это Геши Майкл Роуч. Мы готовы приступить к тексту Лам Рима. И самое интересное то, что мы достигли ньюн чху тум па. Хорошо? Ньюн чху тум па. Означает, что это сообщение в тексте о том, что мы достигли 17-го дня обучения. Итак, не забывайте, что вся эта книга составила 24-дневное обучение великим Пабом Гаримпоше, который также был учителем учителя моего учителя. И это одна из величайших книг, когда-либо написанных на тибетском языке, возможно, самая великая. И ньюн чху тум па означает, что мы начинаем с официальной записи 17-го дня учения. И это значит, что мы прошли примерно 80%. Вы знаете, мы начали эту книгу, я думаю, более десяти лет назад, и лично я просто наслаждаюсь книгой. Я не пытаюсь пройти через это и закончить к определенной дате. Я так не думаю. Лично я пытаюсь наслаждаться книгой и пройти ее изучение с очень большим удовольствием и наслаждением. Я не знаю, может, это похоже на то, как люди пьют хорошее вино. Я не знаю, но, наверное, не спешат допивать бутылку, а просто сидят и наслаждаются вино. Вот и мы все наслаждаемся вам временем. И мне не важно, сколько времени это займет. Я думаю, нам следует пройти его очень глубоко. И в этом курсе мы будем разбираться в нем глубоко. Хорошо. Итак, мы закончили примерно 80% всего обучения в Брест в 24 дня, но не забывайте, что мы уже прошли два из этих дней. Это было учение о медитации и мудрости о пустоте. Мы прошли их в начале этих десяти лет, потому что мы хотели использовать медитации во время занятий по Аламриму. Таким образом, мы на самом деле закончили около 80% текстов. Думаю, мы можем закончить примерно через четыре или пять лет. И потом я пообещал вам десерт. Мы отправимся в великое, самое величайшее учение Лаврима о пустоте из когда-либо существовавших. Учение о пустоте в этом Лавриме называется «Дар освобождения, вложенный в ваши ладони». Часть о пустоте на самом деле не слишком большая, потому что Цонгкапа изложил ее так хорошо и так подробно с помощью Манджурши. Полагаю, что Пабом Карен Чеппачет думал, «О, нам не нужно много, нам не нужно так много изучать пустоту здесь, так что мы пойдем дальше после того, как закончим этот Лаврим. Мы изучим главу о пустоте в главе, посвященной медитации, из великой книги Цонгкапы «Шаги на пути», которая называется «Лаврим Ченмо». И это займется у нас около шести лет. Так что не переживайте, у нас всего десять примерно лет впереди. Я знаю, знаете ли быть, давайте не будем выпивать это прекрасное вино залпом. Наслаждайтесь и получайте удовольствие. Это образ жизни. Лаврим – это не книга. Лаврим – это образ жизни на всю оставшуюся жизнь. И если вы можете получить учение Лаврим на протяжении большей части своей взрослой жизни, как это было со мной, то вы будьте очень благодарны. Он поддерживает вас. Вы продолжаете жить и идете вперед через все перемены, которые случаются в вашей жизни. Вы знаете, Лаврим может быть единственной стабильной вещью, которую вы продолжаете делать в течение всей своей жизни. Хорошо, начинаем. Хорошо. Мин Чжи джен пар гял сей чен пу ши ва ха и шел не означает, давайте поговорим. Я хотел бы дать вам цитату от этого великого бодхисаттвы ши ва ха, шантидевы. Хорошо, и вот цитата. кханг ла сем кхи дхан па рим чен те кье па те ку ла чак тзер шинг кханг ла нё па чхе кьянг ден дер ва де ве джюнг не те ла кьяб су чьи Я преклоняюсь перед этим драгоценным состоянием ума, перед алмазом этого состояния ума. А о каком состоянии идет речь? Шантидева говорит, что это такое состояние ума, что если оно у вас есть, и кто-то кланяется вам, то создает невероятно хорошую карму. Мы говорили об этом в кофейне. Если вы секретной бодхисаттвы, которой вы можете быть, и вы сидите в кофейне, и кто-то преподносит вам кофе, он получает около миллиарда лет хорошей кармы. Хорошо, это так здорово. Это так прекрасно быть человеком, который может спокойно сделать другим людям миллиард лет хорошей кармы, просто покупая у них кофе. Согласна? Но, очевидно, если перед вами сделают простирание, то получат очень мощную хорошую карму. Мы знаем много примеров. Если вы поступаете плохо с бодхисаттвой, вы получите плохую карму надолго, очень надолго. И это принесет вам счастье на миллионы жизней. Хорошо? Это так здорово. Итак, если я смогу стать бодхисаттвой, если у меня будет видение бодхисаттвы, тогда, конечно, если кто-то подает мне кофе, я тайно дам ему и ей миллиард лет хорошей кармы. Это очень мило. О, и даже если они будут кричать на меня, они назовут меня глупой. Ешь, Майкл, ты глупец. Тогда, конечно, они создадут плохую карму, но они создадут карму кармической связи с бодхисаттвой. И эта карма гораздо сильнее. И у них будет эта милая карма связи с бодхисаттвой. Итак, Шандидева преклоняется перед бодхичиттой за ее прекрасные качества. Это как драгоценный камень. Это как драгоценный камень, исполняющий желание. каа ши хи на кье па де ла куру ван деп со нген пи дрел ва ша па цун кьян Знаете, даже если сделать бодхисаттой самое худшее из возможного, раскрытоковать его, плюнуть на него, или говорить плохие вещи о нем, сук кьянг и даже тен кьи деп ва го пур дзек пе пхен йин чанг вот так делать, то эта бодхичита все равно может вас привести к просветлению. Даже в результате создания плохой кармической связи с бодхисаттвой, потому что вы установили связь с бодхисаттвой, потому что бодхичита так сильна, она каким-то образом приведет тех людей к просветлению, даже когда они притикуют вас. Так что это довольно круто, не так ли? чанг чук кьи сенг кьи пхен йин га шик сунг не Этот сунг не означает, что наш лама начал 17-й день с напоминанием о том, насколько бодхичита невероятна. Сунг означает, что он напомнил нам пхен йин га шик ге шик означает, что он добавил еще пару преимуществ бодхичита, о которых он не упомянул в предыдущий день. Он добавил еще несколько преимуществ. И новое преимущество, которое у него появилось, оскорбив бодхисаттой, вы устанавливаете смязь, чтобы стать буддой. Да, хорошо. ДОР НА СЕМ ДИ СИМ ПЕ ЧЕ СЕ ЧЕ ДАМ Есть очень важное слово, которое здесь называется СИМ ПА, хорошо? СИМ ПА. Окей, СИМ ПА. Очень, очень важное слово. И его очень трудно перевести на английский. Оно означает, как бы вам объяснить. Например, когда вы учитесь в старшей школе, и у вас играют гормоны, что у некоторых мужчин не заканчивается, пока Эльфин стукнет 85 или 90 лет? Я не знаю. И вы влюбляетесь в каждую девушку, которую вы видите на улице. Понимаете, о чем я? Как будто мы говорим о Дон Жуани, да? Нет, о Дон Кихоте. Извините. Что он влюбился в девушку из бара. Помните, как ее звали? Я забыл. Я забыл, как ее звали. В любом случае, если молодой человек влюбляется в девушку в старшей школе, тогда он все время думает о ней, все время за рулем он думает о ней, и все напоминает ему об этой новой девушке, которую он встретил в старшей школе. И это называется симпа. По-тибетски это называется симпа. Его разум захвачен этим чувством к девушке. И ум бодхисаттвы симпа захвачен этим чувством желания стать Буддой для всех. Симпа. Это симпа. ДОР НАМ СЕМ ДИ СИМ ПЕ ЧЕ СЕ ЧЕ СЕ ЧУО Водхисатта засела в вашем уме, то, как на фотографии этой милой девушки постоянно в вашем уме. С этого момента, ДОР НАМ СЕК КИ ГЮ ДТЕ ЧЕНГ КИ ЧЮ СУП ДРО ЧИ Все, что вы делаете, становится причиной вашего просветления. Понимаете? Как только вы подумаете об этой девушке, что значит «подумайте о просветлении», тогда не имеет значения, что вы делаете. Это становится причиной просветления. И у нас есть картинка. Это парень, гуляющийся со своей собакой и своей женщиной на прогулке с мужем и собакой. Если бодхисаттва обладает состоянием ума бодхисаттвы, если у него есть видение бодхисаттвы, танцующего между планетами, если это есть в его сознании, тогда все, что он делает, есть дхарма. Это действительно круто, да? Пример. Тебе не нужно идти в храм и начать читать сутру Будды Медицины. Идите на прогулку со своим собакой и мужем. Это будет дхарма. Если вы размышляете над этой точкой зрения, что вы хотели бы танцевать среди множества планет и помогать людям, если вы думаете об этом, тогда все, что вы делаете, вы чистите зубы, ну там, не знаю, вы смотрите Netflix. Все, что вы делаете, становится дхармой. Это очень красиво. Это очень-очень круто. Хорошо. Перейдем к следующему предложению. дхупа ням нан чепа ла Теперь он говорит, давайте рассмотрим это в контексте практики. Хорошо? дхупа ням нан ням нан означает, каким образом точка зрения Бадхисаки повлияет на вашу буддийскую практику? ха гон нган те тсам ле че гью ме па шин ми чепа Забудьте. Забудьте о буддии медицины. хла гем Забудьте о мантрах буддии медицины. че гью ме па шин ми чепа Даже если вы ничего не делаете, дхупа, не думайте об этих высоких, высоких практиках. дхупа ням цеп ла нан че ши ши ма Кстати, эта ма не является отрицанием. Это вторая половина ше. Это интересно. Так что вы должны быть осторожны. Это означает супероснову, что-то фундаментальное, например, как мама, ши ма. чхан чук нар мин дан де на не кьян чхан чук ки сам ди ла че го ки Он говорит, забудьте секретные мантры. Забудьте о медитации на даже на буддию медицины. Прямо сейчас, если вы сосредоточитесь на этом чувстве, что вы хотели бы танцевать среди планет и помогать там другим существам, если вы сосредоточились на этом чувстве, этого будет достаточно для вашей практики. Это чрезвычайно мощная практика ваджрояны. Любить других людей настолько, чтобы хотеть танцевать среди миллиардов планет и помогать им. Держите этот образ в уме. Это так же мощно, как тантра. Держите эту картинку в своем уме. Затем он говорит следующее предложение. ди ме пар ми тсе ри тонг ту кье л те Ри тонг Ри означает гору. Например, когда мы делаем мандалу, мы говорим ри тонг. Что означает гору? Гору неру. И тонг значит пустой. Итак, ри тонг означает, что вы поднимаетесь вверх в Гималайские горы, находите там пещеру и начинаете им инвестировать. Не имеет значения, что вы делаете. Кстати, Тим, кхул – новое слово для тебя. Кхул. Оно означает – ведите себя так, как будто вы что-то делаете. Как будто вы выполняете все движения. Это кхул. Это слово не означает «круто». Итак, когда вы добавляете его к глаголу, это значит, что вы выглядите так, как будто вы медитируете. Предположим, вы взошли на гору и сидите в пещере, и вы выглядите так, как будто вы медитируете, и вы проделываете все движения. Но САГКИ ГИГ ПО БАНТА, ЧУНГ СЕ ГКЯНГ, НЬЕ РУ МИ ДРО ВЕ Если у вас нет этого видения бодхисаттвы, вы можете потратить целую жизнь в пещере для медитации в Гималайя, и вы не приближитесь к ньЕ РУ. Вы не станете ближе к просветлению. Совсем. ЧУНГ СЕ. Вы не приблизитесь к просветлению, если у вас нет этого видения. ДИ НЬЕ ТУГ ДАНГ КИ ТИЛ ТУ ГНАНГ ГОР Итак, это очень важное слово для всех. ТУГ ДАНГ КИ ТИЛ. Скажите, ТУГ ДАГ КИ ТИЛ. ТУГ ДАГ КИ ТИЛ. ТУГ ДАГ КИ ТИЛ. ТХИЛ означает ладонь вашей руки, и это также означает подошву вашей ступни. Это там, где будут колеса, когда вы получите отметки Будды, например, на ваших хил, да. Но на тибетском, разговорном тибетском, когда вы говорите «положить ладонь своей руки», как в названии этой книги, это означает принять это в качестве своей основной практики. «У тебя есть картина для меня?» Да, есть что-то. Сохраните это чувство в своей ладони. Это означает ТЮГ ДАГ КИ ТИЛ. ТЮГ ДАГ КИ ТИЛ. Возьмите это как свою практику номер один. ТЮГ ДАГ КИ ТИЛ означает в вашей ладони. По-тибетски это значит, сохраняйте этот образ, как вы танцуете среди планет. Сохраняйте это в качестве своей основной главной практики. Это называется практика в центре вашей ладони. Это то, что вы носите с собой постоянно. Хорошо? ДЕ ДАГ ПЮ, давайте вернемся к тибетскому. ДЕ ДАГ ПЮ СЕМ ДЕ ГКЕ ПА ЛА АНГ, СЕМ ЧОНГ КИ МЕ НГА ГЛА, ТЮГ ГО ЦУ СОГ. Это самая красивая часть этого тибетского. Я буду повторять это сто раз. Если вы просто знаете инструкции, вам нужно руководство о том, как получить Бадхичитту. Это все, говорите, это все, что вам нужно. Смотрите, список того, что вам нужно сделать, занимает одну страницу. Если вы это сделали, вы опять придете в Бадхичитту. Просто посмотрите, есть очень простой список. Вы просто следуете семи инструкциям и обретаете это. Так что давайте сделаем это вместе. Хорошо? Всего семь инструкций. Вам не нужно медитировать в течение 20 лет. Здесь всего семь шагов. Семь простых шагов. Просто сделайте это шагу, и вы будете в порядке. Хорошо? ДУГ ГО ЦУ, МЕНГА ГЛА ДУГ ГО ЦУ означает, наш лама внушил нам. Просто сделайте это. Я вам дам некоторые инструкции, и вы просто следуйте им. Хорошо? КУН НОГ ЧО ЛЮ ГДО РДУ ШИГ ЦЕЛ НЕ Каждый раз, когда вы начинаете преподавать дхарм, вы должны создать у ваших учеников определенное настроение. Помните, вы должны сказать, «Смотрите, вирус был ничто». Знаете? 4 миллиона человек, 3 миллиона человек погибли – это ничто. 7 миллиардов человек умерли – это уже кое-что. 8 миллиардов человек умерли – это уже кое-что. Так что помните, зачем мы проходим в Ламрим? Вирус был ничто. 3 миллиона людей – это ничто. 7 миллиардов человек умрут, если мы ничего не сделаем. Они умрут не от вируса, они умрут от старости и умирают. У нас в Ишне был вирус для появления вируса, он назывался ЖИГ, знаете ли? И мы все умрем от этого вируса, что ж. Поэтому он говорит, помните о мотивации, зачем мы здесь. Зачем мы изучаем лампи? Не забывайте, что на семнадцатый день учитель Пабонг Каримпоче напомнил нам, зачем мы здесь. Так что никогда не забывайте. Мон ту джи тар сонг ве са че нам сунг дже Это дже означает «после». И это означает, что он сделал краткий обзор того, что мы рассмотрели на предыдущем курсе, что я только что сделал с вами эти десять преимуществ Падхичиты. чхан чю ки с тен ки пен ньёг дан тханг ньон Он повторил действие преимуществ этого видения бодхисаттвы, и мы тоже повторили их на последнем занятии. Тханг ньон гон па ла кьяр ше дже И он говорил о том, что вы построите эти семь шагов в бодхичитте. Вы построите их на упекше. Что такое упекше, Тимоти? Упекше. Равностность, да. Так что не забывайте, вы должны облагать безстрастие, прежде чем вы сможете построить поверх него любовь, понимаете? Вы должны относиться к людям одинаково, прежде чем вы научитесь любить людей. Прежде чем вы сможете по-настоящему научиться любить людей, вы должны видеть людей равными. Итак, он объяснил это, означает, что он повторил из последнего урока, и затем мы перешли к новому занятию. Итак, новое занятие. де не чан чю сем чонг ки ме нгар дунг ки дампу ни мар ше йин на Ребята, вам следует выучить слово мар ше во второй строке. Первая часть – это второй строки. Да, мар ше. И это то, на чем мы фокусируемся сегодня. И это называется мар ше. Мар ше означает осознать, что они являются вашей матери. Понимаете? Мар ше означает осознать, что они – ваша матери. Это первый шаг к развитию этого видения Батки Сады. Вы должны понять, что они – ваша мать. Мар ше йин ла. Затем он говорит, Ри гью ла кье шин ткар. Ри гью ла кье шин ткар. Чрезвычайно трудно это получить. Ри гью ла кье шин ткар. Это гью означает ум. Развить это в своем уме чрезвычайно трудно. Действительно поверить в то, что люди вокруг вас были вашей матерью – это чрезвычайно сложно. Ри гью ла кье шин ткар. Ри гью ла кье шин ткар. Ма кье на дрын тэн сал ген ткар чин ма на мин чунг ве. Но если вы не пройдете через этот первый шаг из семи, вы можете забыть о попытках стать Батхисаттой. Если вы не придете к тому, что поймете, что все люди вокруг уже были вашей мамой раньше, забудьте о том, чтобы быть Батхисаттой. Это невозможно. Итак, хорошо. Бабон Каримпачек говорит, «Послушайте, я знаю, это трудно, это нелегко, но мы должны начать с этого». И вы должны признать, что все были вашей матерью. Хорошо? ди ла нен тэн пе гё означает, что вам придется хорошенько надать на пару лет. В начале вы должны сосредоточиться на том, чтобы видеть и относиться к людям так, что они были вашей мамой. Это все. Вы должны сосредоточиться на этом в начале. Хорошо? Затем он говорит. тэ ла гью дам по мар ше ни сем чен тхам че ньен кьи тхар тху ньен кьи тхар тху ньен кьи тхар тху ньен кьи тхар тху как родственник в вашей семье. ньен кьи тхар тху означает абсолютного родственника, которым является ваша мама. мар ше тхе ди гью ла ма кье на чан чё кьи тхам кьел ва чхе па йин если вы не можете признать, что все вокруг были вашей мамой, тогда у вас нет кьел ва. Что это значит, ребята? Ты помнишь джигне? кьел ва у вас нет кьел ва че означает ше ты отсекаешь, ты отсекаешь возможность просветления. Если вы не можете прийти к такому состоянию ума, в котором вы видите, что все были вашей матерью, кьел ва чхе означает, что у вас нет хорошей кармы стать Буддой. Вы никогда не станете Буддой. кьел ва чхе это кармическое семя вы отсекаете в себе, ясно? У вас нет выбора. Вы должны. Вы должны работать над этой идеей, что все были вашими мамами. Это самое важное. Мне нравится эта фотография моей мамы. Это я с моей мамой. Я говорю вам, мне 68 лет. Моя мама умерла более 40 лет назад. И я не думаю о ней так много, как раньше. Раньше я все время думал о ней. Раньше я все время плакал. А затем постепенно, по мере того, как вы становитесь старше и старше и старше, вы уже не думаете о своей маме так много. Но если вы думаете о своей маме, смысл этой медитации в том, чтобы вернуться назад и вспомнить, что ваша мама сделала для нас. И давайте будем помнить, что все были моей мамой. Хорошо? Он говорит, Шен САМ МО ТОМ ПА НИ СОК НИ РИК ПЕ ГО НАМ РАНГ МАМ ПО НЕ САМ ЧОК ПЕ Послушайте, вы можете медитировать на пустоту. Это хорошо. Вы можете узнать все аргументы в пользу пустоты. Да, вы можете потратить свое время. Означает, что вы можете использовать логику и разумные мышления, чтобы установить САМ МО ТОМ ПА НИ ЧОК ПЕ означает, да, да, вы можете сделать это. ЧОК ПЕ означает, да, вы можете сделать. Проводить свое время таким образом увидеть, что все были вашей матерью. Это не так сложно, как это, ясно? Я признаю. Увидеть пустоту труднее. ТЕЙ ЦАМ ПТО ПАГ МИ КАМ МА Я понимаю, что увидеть пустоту трудно. И да, если вы спросите меня, «Бодхичита легче или пустота легче?» Я скажу, что, наверное, пустота – это очень трудно. ДИ ЛАГ РОНГ ШИ КИ САМ ЛАГ САМ ПАГ ТИНГ НЕ НГЕ ШЕ НЬЕ ПА ШИ ЧУНГ КАЛА Но я должен сказать что-то о признании всех вокруг вашими материалами. Будет недостаточно просто думать об этом. Вы не можете просто сидеть и думать, «О, Гешила сказал, что все были моей мамой». Так вы не получите «Бодхичита». Этого недостаточно. Он говорит, ВАНГ НЕ НЧИ КИ ЧЕН РАГ Те из вас, у кого высокий духовный IQ, РИГ ТЕ, вам придется подумать по-своему этот вид любви, продумать по-своему об этом виде любви. И тогда вы сможете достичь этого. Но вы должны научиться мыслить хорошо. Ясно? Ваше ясное мышление – это то, как вы достигнете этого видолюбия. Не говорить, «О, моя мама была такой красивой, я люблю свою маму, и у меня к ней такое теплое чувство, и я хотел бы, чтобы моя мама все еще жива». Это нормально. Но если вы не пропустите через себя это размышление, он говорит, «Вы никогда не достигнете Бодхичита». Вы должны выработать свое видение и понимание этого видолюбия. Хорошо? Затем он цитирует «Намдрел». «Намдрел» – это книга Мастера Дармакирти. Она называется «Пранамаварита». Это комментарий к правильному восприятию. И это основная буддийская книга о ясном мышлении, как ясно мыслить. На следующей картинке вы можете видеть, как из леса поднимается дым. И эта картинка чрезвычайно важна для буддиста. Если буддист видит эту картинку, он говорит, «Ой, я знаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем идет речь. Под этим дымом определенно есть огонь. В лесу горит большой красный огонь за зелеными деревьями, но мы не можем его видеть, верно? Все, что мы видим – дым. Да, есть дым – значит, есть огонь. Если есть дым – значит, есть огонь. В данном случае, в «Ламлине» огонь означает, что все, кого вы когда-либо встречали в вашей жизни, были вашей матерью. Это огонь. А что же для дым? Мы должны искать дым. Мы должны искать доказательства, что люди вокруг меня были моей матерью. Мы должны попытаться найти доказательства. Дым – это доказательство, что есть пожар. А какое же доказательство того, что все были моей матерью? Знаете, Кешла, дайте мне доказательства. Недостаточно, чтобы ламан описал вам это. Недостаточно медитировать о том, как сильно вы любите свою маму. Вы должны понять причину, почему все точно были вашей мамой. Выбора нет. Вы должны использовать особый тип мышления, чтобы доказать себе, вне всяких сомнений, что все были вашей мамой. И пока вы не пройдете через это ментальное упражнение, это безнадежно. Вы не сможете получить бодхичитту. Это никогда не случится. Понимаете? Итак, теперь мы начнем большое путешествие к следующим занятиям. Следующее занятие будет долгим, так что купите немного покорно перед началом следующего занятия. И я не остановлюсь. Это может занять некоторое время. Но мы будем продолжать. Он упоминает Дармакирти. И он упоминает, что Дармакирти доказал, что все были вашей мамой. Но он не дает вам всего доказательства. Итак, угадайте, куда мы пойдем? Мы отправимся в Дармакирти через доказательство Дармакирти. Это трудно, и это очень вкусно. Так что на следующем занятии, мы докажем, что все были вашей мамой. Хорошо? До встречи. Дармакирти Дармакирти